Внимание! Марш! Поехали! Пробежать 200 метров через препятствия и не уронить жену. 37 пар в 2013 приняло участие в первом чемпионате по ношению жен. Главный приз – холодильник. В 2013 при праздновании 385-летия города креативили вообще как могли. На острове Татышев прошел фестиваль банного искусства. Прямо на траве смастерили несколько переносных бань-палаток. Желающие могли попариться абсолютно бесплатно. А на проспекте Мира, несмотря на начавшийся дождь, работали разные площадки. Любопытно. Тогда всем горожанам предлагалось придумать название нового, тогда еще не открытого, четвертого моста. Большинство проголосовало за название Николаевский. Но этот опрос, как показала история, никак не повлиял на суть. Четвертый мост до сих пор и есть четвертый. И еще из несбывшихся перспектив. К дню города тогда установили футуристические часы будущего. Пока макет. Но обещали, что, собственно, памятник появится на проспекте Мира уже через полгода. Не появился. Но гарантированно точно, как и всегда, день рождения Красноярска был карнавал. Карнавал сегодняшний – это народное творчество. Здесь нет профессиональных картинок. Это обычные горожане, которые хотят сделать праздник для себя и для своих соседей. Это очень здорово. Приглашенной звездой на празднование 385-летнего дня рождения Красноярска была певица Валерия, которая и развлекала горожан на театральной площади. Ну и в заключении, конечно же, фейерверк. Наталья Кечина, Новости ТВК.